Нестандартное неравенство с двумя переменными. Вначале, как обычно, хочу предложить вам очередное видео на нашем семейном канале. Видео называется Кекс Тороид. Кто поймет, почему кекс называется именно так, обязательно напишите в комментариях под тем или под этим видео. Итак, как я уже сказал, нужно заметить, что неравенство имеет две переменных. А само неравенство у нас одно. А значит нам нужно начать исследование нашего неравенства с ограничений, которым должны удовлетворять наши переменные. Начнем с квадратного корня. Для того, чтобы неравенство имело решение, нам необходимо потребовать, чтобы подкоренное выражение было неотрицательным. То есть y минус x в квадрате минус единица должно быть больше или равно нулю. Выразим y через x. Тогда y минус единица будет больше или равно x в квадрате. Но x в квадрате за счет квадрата также неотрицателен. То есть больше или равен нулю. Таким образом, y минус единица больше или равен x в квадрате, а x в квадрате больше или равен нулю. То есть y минус единица тоже должен быть неотрицательным. Откуда y будет больше или равен единице? Возвращаемся к нашему исходному неравенству. Первые два слагаемых оставим в левой части. Косинус x минус y в квадрате. А квадратный корень перенесем в правую часть неравенства с противоположным знаком. Левая часть будет больше или равна квадратного корня под корнем y минус x в квадрате минус единица. Правая часть неравенства неотрицательна, так как квадратный корень всегда больше или равен нулю. Так и запишем. А это значит левая часть будет также больше или равна нулю. То есть косинус x минус y в квадрате больше или равно нулю. y в квадрате перенесем в правую часть с противоположным знаком. Тогда получим косинус x будет больше или равен y в квадрате. Левая часть неравенства, то есть вот этот наш косинус, учитывая множество значений косинуса, находится в пределах от минус единицы до единицы. С другой стороны y в квадрате, учитывая вот это наше предыдущее ограничение, также будет больше либо равен единице. Действительно, если мы сейчас обе части вот этого нашего предыдущего неравенства возведем в квадрат, то мы как раз и получим, что y в квадрате больше либо равен единице. Так и запишем. То есть y в квадрате должен быть больше или равен единице. И теперь, учитывая вот эти наши неравенства, возвращаемся к предыдущему неравенству. В результате получаем косинус x больше или равен y в квадрате, то есть переписал. Косинус x в свою очередь меньше или равен единице, используем вот эту правую часть двойного неравенства. И y в квадрате больше либо равен единице, используем вот это неравенство. И теперь запишем ограничения для y в квадрате. То есть y в квадрате должен быть меньше или равен единице и одновременно больше или равен единице. y в квадрате меньше либо равен единице и больше либо равен единице. Но это может быть только в том случае, если y в квадрате равен единице. y в квадрате равен единице. Откуда y равен плюс-минус единице? Но учитывая, что у нас y должен быть больше либо равен 1, минус 1 нам не подойдет. То есть пишем y окончательно равен 1. Что это такое? Является ли это значение y решением? Пока нет. Про данное значение y можно сказать, что это единственное значение переменной y, которое нам подходит с учетом наших ограничений. Теперь учитывая найденное значение переменной y, вернемся к нашему предыдущему двойному неравенству и подставим вместо переменной y в левую часть единственное возможное его значение, то есть единицу. Подставляем единицу. Будет 1 минус 1 будет 0. А это значит двойное неравенство у нас будет иметь вид x в квадрате должен быть меньше или равен 0. И одновременно x в квадрате должен быть больше или равен 0. Откуда следует, что x в квадрате должен быть равен 0. А это значит, что сам x также должен быть равен 0. Итак, мы получили единственное возможное значение переменной x, учитывая все наши ограничения. То есть x может принимать только значение равное 0, а y может принимать только значение равное 1. И теперь мы должны подставить вот эту единственно возможную пару чисел в наше первоначальное неравенство. Если эта пара удовлетворяет нашему неравенству, значит это и есть единственное решение. Если эта пара не удовлетворяет нашему неравенству, значит данное неравенство решений не имеет. Итак, подставляем. Давайте даже так запишем. Если x равен 0, а y равен 1, то тогда после подстановки мы получим косинус 0 минус 1 в квадрате минус квадратный корень под корнем 1 минус 0 в квадрате минус 1 больше или равно 0. Косинус 0 единица. 1 минус 1 0. Под корнем 1 минус 1 тоже 0. То есть в левой части будет 0 минус 0. То есть 0. Получаем 0 больше или равен 0. Это верно. А это значит, что вот эта наша пара является решением первоначального неравенства. Пишем ответ. Решением является точка с координатами 0 и 1. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк. И не забудьте написать в комментариях, почему кекс на семейном канале называется именно тороид. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...